Средняя цена квадратного метра в Алматинской новостройке составляет 486 тысяч тенге. Это максимум за последние годы, отмечает аналитик международной консалтинговой компании Колерс Беслан Цатяшвили. Эксперт прогнозирует, что до конца года недвижимость в мегаполисе подорожает еще на 20%. Для этого есть все предпосылки. Один из очевидных сигналов перегрева рынка – вторичное жилье дорожает вместе с первичным. Сложившаяся ситуация пока на руку лишь крупным застройщикам, которые активизировались в Алматы. При этом в столице картина несколько иная. Резкого скачка цен в консалтинговой компании не ждут. В Нурсултане их сдерживают рекордные прошлогодние объемы сданного в эксплуатацию жилья. Это порядка 3 миллионов квадратных метров, а до конца текущего к ним прибавится еще как минимум полтора миллиона. На фоне такого строительного бума растут и риски для покупателей, особенно тех, кто решил вложить свои накопления в строящийся объект. Подписывая документы, следует помнить о нескольких важных моментах. Для вашего застройщика должно быть разрешение о привлечении средств дольщиков. Или должен быть написан договор с фондом гарантированного жилья строительства. Если имеется данный договор, то строительство будет спонсироваться фондом в случае попросту вашего застройщика. Во-вторых, сделка должна быть оформлена как договор о долевом участии и никак иначе. Также смотрите на каком основании застройщику принадлежит тот или иной земельный участок. Проверяйте сроки завершения работ и порядок оплаты по договору. Все иные формы договоров в вашем случае являются недействительными. Например, такие как инвестиционные договора или предварительные договора. К условиям работы в карантин жители Нур-Султана приспособились быстрее, чем в других мегаполисах. Несмотря на то, что город в красной зоне по эпидситуации с коронавирусом, деловая активность растет. Об этом можно судить по 90% заполненности арендуемых помещений. При этом на 7% вырос спрос на самые дорогие офисы. Средняя арендная плата с начала года не изменилась. По городу она составляет 8620 тенге за квадратный метр. А вот аренда коммерческой недвижимости в Алматы подорожала, хотя заполняемость там ниже. Как и спрос на элитные офисы. Аналитики рынка недвижимости ожидают, что активность в южном мегаполисе восстановится примерно к третьему кварталу года. Общий объем предложения на рынке офисной недвижимости города Алматы на первый квартал 2021 года составил 1 млн 340 тысяч квадратных метров. Средняя рыночная ставка по офисам уменьшилась на 6% в сравнении с концом прошлого года и составила 86,5%. Данный тренд сопровождался ростом арендной ставки, что было вызвано увеличением трат на поддержание незанятых офисных площадей в сочетании с растущим предложением и слабеющим спросом по городу. Почти на 7 млн тенге штрафовали финансовые организации с начала года за нарушение прав и законных интересов казахстанцев. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. В список попали банки, микрофинансовые организации и коллекторские агентства. Причем на долю последних пришлась самая крупная сумма взысканий – свыше 3 млн тенге. Коллекторы нарушали порядок выплат по просроченным займам, несвоевременно снимали аресты со счетов. Банки второго уровня оштрафовали более чем на 2,5 млн. Причина – в необоснованных отказах в реструктуризации задолженности, длительных сроках рассмотрения обращений потребителей и других противоправных действиях. Мировой потребительский спрос на золото в первом квартале вырос на 45%. Более чем наполовину увеличились продажи ювелирных изделий. Повлияло на это 10% снижение мировых цен на драгоценный металл, который стал доступнее для инвестиций. Но свои деньги жители разных стран все же больше предпочитают вкладывать в слитки монеты. Как сообщает в отчете Всемирного совета по золоту, в эти продукты инвестиции растут третий квартал подряд. Всего на такие цели в мире продали почти 400 тонн драгметалла. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Центробанки разных стран с начала года приобрели 95,5 тонн, что ощутимо больше, чем в конце 2020-го. Мировая добыча золота выросла на 4%, вторичная переработка сократилась. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 427 тенге 75 тынов, евро 518 тенге 3 тына и российский рубль 5 тенге 76 тынов. Арстан, это были все деловые новости к данному часу. Эфир снова ваш. Индира, складывается ощущение, что золото и вера самая стабильная валюта во все времена. Возможно, вы правы. Спасибо, с нами была Индира Тихжанова.